Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина и мы приготовим чахобили из курицы в мультиварке. Для данного блюда нам потребуется курица весом 1,7 кг, 4 крупные луковицы, 2 болгарских перца, 600-700 г томатов, томатная паста, 1 красный жгучий перчик, 3-5 зубчиков чеснока в зависимости от размера, соль, а также много зелени. Я взяла петрушку и укроп, можно взять кинзу, то есть ту зелень, какую вы больше любите. Можете взять базилик. Для начала приготовим курицу. Разделим ее на части, не очень крупные, порционные куски, кожу оставляем. Курицу я помыла, теперь мы ее разрезаем на части, отрезаем крылья. Курицу я порезала на порционные куски, примерно одинакового размера. Включаем мультиварку, режим жарка, масла не добавляем. Особенностью приготовления этого блюда как раз является, что курица обжаривается на сухую. В собственном жиру, благодаря коже, как только мультиварка сообщит о том, что она нагрета, опустим туда курицу. Пока курица у нас будет обжариваться, нарежем лук, подготовим. Нарезаем его кубиками, но не очень мелко. Такими же небольшими кубиками нарезаем перец. Перец я уже очистила. Нарезаем его кубиками. Мультиварка сообщила о том, что у нас нагрелась. И отправляем курицу кожей вниз. Обжариваем все кусочки. Курицу можно выложить всю сразу. Мы ее будем переворачивать периодически. И обжаривать будем где-то 15-20 минут. Прошло 5 минут. Аккуратно переворачиваем курицу. Чтобы она у нас смогла обжариться и с другой стороны. Видите, кожица такая получается. Обжариваем с открытой крышкой. Пока обжаривается курица, мы подготовим помидоры. Помидоры лучше измельчить с помощью блендера. Или мелко-мелко порезать. Или пропустить через мясорубку. То есть сделать такое помидорное, томатное пюре из свежих помидоров. Вот сейчас с момента обжарки у меня прошло 13 минут. Но курица обжарилась не вся. Мы видим, что вот есть некоторые кусочки, где еще краснота проступает. Поэтому нам необходимо будет еще раз перевернуть. И обжариваем до тех пор, пока вот эти кровяные выделения, вот эта краснота не пройдет на курице. В это время еще мелко режем чеснок. Его лучше, конечно, порезать. А не через чеснокодавку пропустить. Так он будет более чувствоваться. Чеснока должно быть тоже достаточное количество. Кто-то добавляет из специй хмели-сунели. Кто-то кориандр. В принципе, рецептов приготовления много. Как такового классического рецепта нет. Кто-то делает, добавляет вино сухое, белое или красное. Итак, краснота исчезла. Добавляем к курице лук. Перемешиваем. Курица выделила жир. Но если у вас жира мало, то можно добавить сливочное масло. Лучше, конечно, сливочное, а не растительное. Для оливкового именно на сливочном масле обжаривать лук. Лук обжариваем 3-5 минут. Добавляем его туда на дно. Мне для обжарки лука 3-х минут не хватило. Я добавила еще 2. И в это время нарежу красный перец острый, жгучий. Но возьму только половинку. То есть, в зависимости от того, как острый вы любите, можно использовать или весь перчик, или только половинку. Перчик нарезаем очень мелко, он очень жгучий. Мелко-мелко измельчаем. Лук сейчас перемешаем. Как мы видим, лук уже дал сок. Плюс от курицы сок. Уже все не сухо. Добавляем чеснок сразу туда. Красный перец острый. Сладкий перец. Заливаем это все томатами, которые мы их мелко прошинковали. Добавляем сюда полную столовую ложку томатной пасты, чтобы цвет был более насыщенный. Добавляем 2 чайные ложки соли. Все хорошо перемешиваем. И будем ставить на тушение. Дальше курица у нас будет тушиться с овощами. Никакой воды мы не добавляем. Достаточно жидкости от овощей. Хорошо все перемешиваем. Чтобы курица у нас равномерно пропиталась. Зелень будем уже добавлять в конце. Выбираем меню. Режим тушения. Нам необходим 1 час. Изменяем время. Через 1 час плюта будет готова. Теперь мелко нарезаем зелень. Укроп и петрушку. Как я уже сказала, можно использовать кинзу. Также сельдерей можно использовать. Базилик. То есть ту зелень, какую вы больше любите. Прошел час. Добавляем зелень. Перемешиваем все хорошо. Это блюдо хорошо подавать с рисом или отварным картофелем. Или даже с мамалыгой. Чехобили готова. Приятного аппетита. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайк. И до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!